Добрый вечер! Никогда вы так долго не начинали концерты, это какой-то кошмар. Друзья мои, огромное спасибо, что вы все пришли. Мы, собственно, и ждали, не начинали концерты, потому что... А вот мы понимали, что вот еще не все. Сейчас тоже, честно говоря, еще не все, но уже можно начинать, потому что иначе мы сопьемся. Друзья мои, огромное спасибо, что вы пришли сегодня. Сегодня, на самом деле, не только мой день рождения, потому что... Вот я даже предлагаю его немножечко переименовать и переделать, потому что сегодня у нашего друга, у замечательного перкуссиониста, с которым я очень давно играю, Саши Батвинкина, родился сын, буквально полтора часа назад. Это означает две вещи. Во-первых, я больше никогда его не увижу на своих днях рождения. Ну, если только мы не сделаем его сына тоже музыкантом, он будет играть с моим сыном, и тогда мы как-то еще будем... Вот, поэтому давайте, друзья, выпьем за то, что мы все здесь сегодня собрались. Сегодня был, кстати, Митяев и старший, и младший. Вот, но не дождались. Выпивки было много. Вот, поэтому выпьем за то, что мы все здесь. Спасибо, что пришли. С днем рождения меня. Ура! Ура! Значит, а... Добрый вечер. Тоже хороший тост. Ну, мы к этому еще... Что это было? Ну, так вот. Нет, допустим, мы не будем. Дело в том, что сегодня необычный концерт для меня. Потому что я сыграю программу, которую я играл... То есть никогда в жизни не играл. Вот так правильно сказать. Это музыка из кино. Музыка, которую я написал для различных кинофильмов. Мне в этом помогут замечательные музыканты. Ваши аплодисменты. Скрипичный проект. А нет, струнный проект. Аристократ. У них просто списки же разные. Аплодисменты. Андрей Ковалев. Моя. Александр Прокопович. Руя. Аплодисменты. Александр Заволокин. Ой, господи. Алексей Заволокин. Бас-гитара. И Евгений Лепентин. Между прочим, барабанщик Маргули. Клево, да, играете у Маргулиса сразу? А знаете, Леха Заволокин тоже, с кем только не играл. Кричите ему, браво, давай. Вот. Я не говорю, Барабанщик. Идиоты. Да. Да. Идеей тут еще в этой музыке должен был быть такой дикторский текст. Знаете, когда вот как в мультфильме. Потому что первая музыка, которую у нас скрываем, это как раз музыка не из кино, а из мультфильма. Назывался он «Мама цапля». А где Александр Радовский? А он подойдет, когда будет его очередь играть. Все нормально. Он у нас там заряд. Поехали. Нет. Нет. Давным-давно, в 1974 году, родился мальчик. Он был маленький, слабенький, папа не даст собрать. Мальчик рос, даже где-то мужал. И из него вырос Тимур Ветерников. Я же говорю, это должен был говорить диктор. Получается, не ничего страшного. Субтитры создавал DimaTorzok За Тимура. Когда пишешь музыку для кино, выясняется, что в основном вся музыка для кино либо грустная, либо про погоню. Ну и еще когда, значит, злодеи кого-нибудь убивают. А самая страшная музыка, это когда злодей уже кого-то убил, а потом мама его нашла. Это я вам вообще серьезно рассказываю, правда? Но сейчас будет красивая музыка про любовь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Ну, после того, как произошла любовь, естественно, наступает что? Секс! Никто не сказал, беременность, правда, почему? Секс! Нет, Новый год! И сейчас мы сыграем вам новогодний вальс. КОНЕЦ 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 писал ее в жуткой спешке и вот, вернее как, уже все было написано вдруг выяснилось, что нужно еще вот один вот такой новогодний вальс я понимал, что я не успеваю ничего и я скажу честно я немного схитрил, но мне мои друзья в джазу не надо сказали, что весь джаз так пишется то есть что я сделал? у меня была готовая аранжировка песни, которую я делал кстати, вот кто-нибудь может сейчас угадать какая это была песня то есть вот вся гармония, это вся аранжировка вот той песни, о которой я говорю а? знакомые эти ну конечно, теперь вы будете говорить, что знакомые вот и ты, нет короче, я в это время записал альбом Валентина Куба, альбом военных песен и там в том числе была такая песня лишь только подснежник распустится в срок лишь только в общем, я взял аранжировку, придумал новую мелодию никто еще ни разу не узнал, что это та самая песня о, ну конечно ты узнал теперь теперь все узнали, да? не, ну еще раз, три-четыре и вот в мелодии вальса и нет, а и где эта песня дело в том, что все песни пишутся все, спасибо все песни пишутся на одни и те же аккорды я просто это понял и так, друзья мои а сейчас самое важное, кульминационное, можно сказать место этого киноконцерта я хочу пригласить на сцену Александра Дитковского он уже успел стать секси-болом о моей дочери и ее подруге и жены еще Сань, иди, а все, иди нет, вернись, ладно нет, нельзя такому можно простить это как раз тот самый случай когда, вот я вам рассказывал когда в кино убийство там, не знаю фильм назывался «Жена егеря» страшное дело там две героини одна жена богатого дяденьки со своим сыном другая жена егеря сын богатого дяденьки убил сына егеря случайно нечаянно вот и это все стали выяснять а, кстати, жена егеря еще и беременная и она стала рожать и род у нее приняла мать сына, который убил в общем, вообще о чем, что курят эти сценаристы вообще непонятно и у нас получилась такая пьеса это как раз тот самый момент когда они вместе родили и помирились и поняли что фиг с ним с предыдущим сына но воротим это реально это реально посмотрите жена егеря я не обманываюсь музыка в отличие от того что я сказал в предыдущее время серьезное и они но и они Играет музыка 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 Играет музыка